Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. В трех сочинских селах в ближайшее время откроются папы. Сейчас в помещениях завершается ремонт. Боксерский забег состоялся по дороге на Большой Ахун. На дистанцию в 5 километров вышли более 80 спортсменов. 150 юных сочинцев побывали за кулисами цирка. Экскурсию организовали в рамках проекта «Площадка нашего двора». В Сочи разыграли кубок пломбирного чемпиона. Праздник мороженого собрал на Южном Аллу сотни горожан и курортников. 12 заслуженных и 4 международных класса. Званиями мастеров спорта России в Краснодаре наградили кубанских атлетов. Накануне Дня физкультурника отличительные знаки и удостоверения вручил губернатор края Вениамин Кондратьев. После торжественной церемонии глава региона пообщался со спортсменами. Говорили не только об успехах, но и о том, как их добиваться на постоянной основе. Об этом в материале наших краснодарских коллег. Чувствовал, конечно, ответственность за себя, за страну. Для меня все болели, подвести не хотелось никого. И он не подвел. Скромный парень, который немного скованно чувствует себя, прогуливаясь по коридорам власти в рубашке, но не оставляет шансов соперникам на беговой дорожке. Алан Тыщенко – триумфатор сурдлимпийских игр прошлого года. Это главный турнир для спортсменов с поражением слуха. На нем кубанский легкоатлет стал единственным представителем сборной России, который завоевал три золотых медали. Тыщенко стал первым в забегах на 110 и 400 метров с барьерами и в командной эстафете. Алан Тыщенко – не единственный кубанский атлет, который победил на сурдлимпийских играх в Турции. Вместе с ним золотые медали в прошлом году привезли теннессийская Полина Смирнова и прыгуния в длину Марина Гришина. Но, откровенно говоря, широкой публике их имена не так известны. Хотя благодаря именно этим спортсменам российский флаг победно развивался над пьедесталом. Сегодня чемпионом сурдлимпийских игр благодарность от президента России передал губернатор Кубани. В канун Дня физкультурника кубанских спортсменов и тренеров к себе пригласил губернатор Краснодарского края. В неформальной беседе говорили не только об успехах краевых атлетов, но и о том, как создать такую систему подготовки, чтобы появление новых чемпионов было обычным делом. Для этого, уверен Вениамин Кондратьев, нужно обращать внимание на небольшие станицы, хутора и поселки. Талантливые мальчишки, девчонки. В районах их очень много. Очень много. И мы должны им создать условия, ту площадку, где они сами бы себя нашли. На спортивной площадке. Потому что, как правило, из них появляются большие-большие спортивные звезды. Те же чемпионы сурдлимпийских игр выросли не в крупных городах. Алан Тыщенко из станицы Колнеболодская. Марина Гришина родом из Павловской. И таких ребят, стремящихся в большой спорт, огромное количество. В Краснодарском крае больше 200 тысяч детей занимаются в спортшколах. Простые уроки физкультуры должны выйти на первый план в развитии массового спорта. Без этого на системной основе сложно достигать высот на профессиональном уровне. Мы стараемся сделать все, чтобы, по крайней мере, максимальное количество жителей края занимались спортом. А спорт, большой спорт, начинается с физкультуры. С тех уроков, которые проходят в школах, изначально в спортивных секциях. Если брать по итогам 2017 года, выделено только с краевого бюджета на нашу отрасль, на развитие физической культуры и спорта, на строительство объектов спортивной материальной базы. Только с краевого бюджета. 8,5 миллиардов рублей. Губернатор края поставил задачу ежегодно сдавать минимум 20 малобюджетных спортивных комплексов. На Кубани физическая культура и спортом сейчас занимаются практически 2,5 миллиона человек. Из них больше тысячи члены сборных России по разным видам спорта. В том числе и не самых распространенных в нашей стране. Так, например, за несколько лет в Краснодарском крае выросла популярность регби. Чуть ли не целой командой звания заслуженного мастера спорта России пришли получать игроки местного клуба «Кубань». Шесть человек в составе национальной сборной. В прошлом году стали чемпионами Европы по регби. По сравнению, там, пять лет назад взять, конечно, видно тенденцию развития, она идет вверх. Даже взять наш край, я уже рассказывал, что когда только пришел в регби, в регби занимались в одном районе города, сегодня это уже треть края играет в регби. Перед Днем физкультурника они забыли, конечно, и о наградах. Вениамин Кондратьев 12 атлетам вручил значки заслуженных мастеров спорта России. Еще четыре кубанца стали мастерами спорта международного класса. Естественно, отметили и тренеров, без чьей работы не появились бы сами чемпионы. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Всероссийский День физкультурника отметили с размахом и в Сочи. Каждая городская федерация провела свое отчетное спортивное мероприятие, в том числе заплывы и забеги. К примеру, боксерский забег состоялся по дороге на Большой Ахун. На дистанцию в 5 километров вышли более 80 мастеров кожаной перчатки. В Сочи развивается 88 видов спорта, а бокс – один из самых массовых. В Сочи открыты порядка 30 залов бокса. В целом же в муниципальных спортшколах этим видом занимаются более полутора тысяч ребят. Отметить же День физкультурника открытой тренировкой и забегом на Ахун пришли как юные атлеты, так и уже заслуженные мастера. Участники сборных команд Краснодарского края, даже есть участники сборных команд России, есть тренера. У нас есть чем гордиться. Все наши тренеры – это как минимум мастера спорта. Трое из них – участники Олимпийских игр. И поэтому и в самом виде спорта у нас постоянно растут результаты. Также мы посвятим эту тренировку предстоящему чемпионату мира и покажем всем, что мы уже готовы и что у нас есть чем гордиться в этом виде спорта. Необходимо проводить мероприятие именно такого масштаба с целью показать городу, показать родителям, что их дети могут, что их дети хотят и стремятся быть лучшими, сильными. Для Григория Кацекяна День физкультурника был ознаменован еще одним событием, которому он шел шесть лет. Спортсмену вручили удостоверение кандидатов в мастера спорта. Мы стремимся на соревнованиях выбиваться в призы, получать первые, вторые, третьи места, чтобы прославлять наш город Сочи, Олимпийскую столицу России. Это День всех спортсменов. Мы не пропускаем такие дни, стараемся участвовать на всех мероприятиях. Перед забегом небольшая разминка и в путь – пять километров с трусцой до самой башни Ахун. Для боксеров бег – одно из самых важных упражнений. Кросс в этом виде спорта применяется для разминки и поддержания общего физического тонуса. А еще помогает привыкнуть к нагрузкам на ринге. Всегда нужно продолжать заниматься. Бокс – это не просто какой-то вид спорта. Тут нужно жить. Если ты просто ходишь на одну тренировку, например, в день, ничего не добьешься. Нужно помимо тренировок заниматься еще и самому. Постренировок вообще такой кайф. Всероссийский день физкультурника отметила все спортивное сообщество курорта. В районах прошли веселые старты, чемпионаты и первенства Сочи по стритболу, пляжному волейболу, тайскому боксу, шахматам, а также мастер-классы по ушу, художественной гимнастике и тяжелой атлетике. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сменили рабочую и офисную одежду на спортивную в Сочи. Сегодня работники городских предприятий собрались на фестивале ГТО, который организовали для желающих сдать нормативы этой программы. Готовы не только к труду, но и к спорту. Сотни сотрудников городских предприятий сегодня начали свой день с физкультуры. Сдавать нормы ГТО пришли целыми коллективами. Вот, например, воспитатели 105-го детского сада прыгают в длину. Говорят, работая с детьми, очень важно быть спортивными, чтобы успевать за непоседами. Мы решили пройти ГТО с большой нашей дружной командой. Все были готовы к этому, но выбрали самых лучших, сильных, смелых и ловких. Кто-то со спортом на «ты», для других – это давно забытые со времен уроков физкультуры ощущения. Воспитатели, учителя, сотрудники администрации, спасатели, казаки сегодня качали пресс, отжимались и подтягивались, бегали и прыгали. Все это входит в нормативы комплекса ГТО. Ну а, пожалуй, больше всего восторга вызвала стрельба. И вот эта мушечка, пенечек, вам нужно совместить вот в таком виде все это. Ровненько, ни право, ни влево, ни вверх, ни вниз. Вот ровно вот так соединяется. Стреляли из электронного макета пневматической винтовки. Специальные мишени реагируют на виртуальные выстрелы. Далее датчики передают информацию на компьютер, который протоколирует результат. Сегодня в фестивале ГТО участвовали сочинцы в возрасте 18+. В их числе и те, кто давно на пенсии, но продолжает заниматься спортом. Я постоянно занимаюсь спортом. Я вообще шоссейник, велогонщик. И поэтому я постоянно велосипедиваю. Вчера я съездил на Красную Поляну, 163 километра. Сегодня ГТО сдали более сотни человек. Всего же в программе «Готов к труду и обороне», которая нацелена на развитие массового спорта, в Сочи уже приняли участие 7 тысяч взрослых. Еще 33 тысячи – это дети. Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». И к другим новостям. Строительство почти полусотни объектов инфраструктуры на Кубани вошло в стратегию развития страны до 2025 года. Ее проект рассмотрели на совещании под председательством вице-премьера Виталия Мутко. Участие в обсуждении по видеосвязи принял губернатор Краснодарского края. Как отметил заместитель председателя правительства России, разработанный документ обозначит приоритеты развития экономики в каждом регионе. Согласно проекту «Стратегии», Кубань определена как один из агропромышленных центров роста страны. Кроме того, предусмотрено строительство 44 объектов магистральной инфраструктуры. В частности, строительство 14 объектов электроснабжения, газораспределительной станции, двух высокоскоростных железнодорожных дорог и 12 автомобильных трасс, в их числе юго-западные и дальние обходы Краснодара. Вениамин Кондратьев обозначил важность реализации этих проектов для дальнейшего развития края. Также глава региона предложил включить в стратегию строительство автодороги Черниговская-Догомыс. Кроме того, по мнению губернатора, Краснодарский край необходимо включить в перечень геостратегических территорий страны. Эта мера будет способствовать развитию отраслей экономики с учетом международных рынков. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 14 августа в Сочи малооблачная температура воздуха ночью плюс 20, плюс 22. Днем 25, 27 градусов выше нуля. В трех сочинских школах в ближайшее время откроются ФАПы. Фельдшерско-акушерские пункты появятся в Догомысской Барановке, Третьей Роте и Варваровке. Сейчас в помещениях завершается ремонт. Небольшое здание в тени деревьев совсем скоро откроет свои двери всем нуждающимся в медицинской помощи. Внутри еще кипит работа, но уже установлена часть мебели, определены кабинеты. Здесь, в Барановке, прием будут вести три медработника. Нам медпункт сельским жителям просто необходим, потому что село у нас разрослось. Очень много маленьких деток, школьников и людей пенсионного возраста тоже немало. И сейчас мы не будем тратить время на дорогу, на поликлинику. Все необходимые процедуры можно будет провести на месте. В селяне и раньше не оставались без врачебной помощи. Каждую субботу в отдаленные поселки выезжают медицинские бригады. За два года осмотрели почти 3000 жителей. Мобильный флюорограф, к примеру, за один день принимает порядка 30 пациентов. Всего же в составе бригад от 5 до 10 врачей. У нас работают три вида специализированных бригад. Врачебная, детская бригада и специализированная бригада. В составе включены врачи-терапевты, врачи-педиатры, врач-окулист, невролог, хирург, эндокринолог. В последнее время к выездам соединился еще наш онколог штатный и выезжает наш гинеколог. Субботние выезды показали, что осмотры в селах нужны на постоянной основе. На прием приходит очень много людей. В той же Барановке здание для ФАПа нашлось. Нужен был ремонт. По поручению главы Сочи Анатолия Пахомова, средства выделили и на это, и на остановку локальных очистных сооружений, и на оборудование. Если мы сейчас выезжаем и собираемся, скажем, в клубах сельских или в каких-то, где мы заранее говорим, то теперь эти бригады будут приезжать в оборудованный, потому что сюда будет поставлено современное оборудование, современные услуги. И плюс еще, мало того, что будут работать постоянно врачи, плюс еще мобильные бригады, которые также будут приезжать и проводить приемы. На заседании общественного совета при поликлинике было отмечено, что мартовские поручения президента правительству о шаговой доступности медицины в сельских округах в Сочи активно выполняются. В ближайшее время появятся еще два новых ФАПа в Третьей Роте и Варваровке. Галина Моисеева, Телекомпания, ФКТ. Как действовать ательером при объявлении ЧАЭС? Кто и как должен информировать отдыхающих, если в городе действует штормовое предупреждение? Чтобы определить алгоритм действий и круг ответственных, власти Сочи собрали на совещании представителей гостиничного бизнеса. В субтропиках резкая смена погоды в порядке вещей. Но не каждый турист знает об особенностях сочинского климата и уж тем более, что делать, если непогода застигла в пути. Теперь обязанность информирования о правилах безопасности при ЧАЭС возложена и на отельеров. Руководители объектов размещения должны выполнить ряд обязательных действий. Они обязаны в первую очередь оповестить всех своих туристов и провести ряд мероприятий. Таких как, например, закрыть все окна, двери, закрыть все пляжные территории, обеспечить переход туристов в основные корпуса. Также необходимо им запастись пресной водой, проверить альтернативные источники энергии, масса других позиций. Требования изучить правила безопасного пребывания на курорте предъявляют и самим туристам. Теперь алгоритм действий при ЧАЭС. Отдыхающие начнут штудировать, едва заселившись в отель. Для них разработана специальная памятка. По поручению главы города информационные брошюры должны быть в свободном доступе на стойке ресепшн каждого объекта размещения. Но даже если изучить ее у отдыхающих не хватило времени, а непогода застала врасплох, сотрудники отелей должны быть готовы прийти на помощь. Для этого они проходят специальное обучение. Обучаем руководителей подразделения, вплоть до генерального директора, специализированных учебных организаций. То есть обучаем их по программе. Это обучение по охране труда, по пожарной безопасности, по оказанию первой помощи. Памятка разработана при участии специалистов Управления гражданской обороны и защиты населения. Информацию, которая должна содержать брошюра, представители гостиниц получили на совещании. В Сочи выберут лучшего таксиста страны. В октябре на курорте пройдет финальный этап конкурса «Лучший таксист России». Сейчас в регионах вплоть до начала сентября проводятся местные отборочные этапы. Как сообщают организаторы, требования к участникам весьма жесткие. Помимо водительского стажа, а не менее трех лет претенденты не должны иметь штрафов за нарушение правил, в совершенстве владеть управлением автомобилем, в том числе в экстремальных ситуациях, а также знать историю автомобилестроения в России и своего региона. Конкурс при участии Минтранса России проводится с целью улучшить культуру обслуживания пассажиров. День строителей отметили на курорте. Лучших специалистов мэр Сочи пригласил на торжественное мероприятие. Самых социально ответственных и преданных профессий наградили грамотами главы города. Времена большого строительства на курорте прошли, но это не значит, что в Сочи перестали возводить объекты, а профессия строитель потеряла актуальность. Профессия по-прежнему востребована, но приоритеты у отрасли в Сочи теперь должны быть другие. У нас есть одна главная задача – это строить социальные объекты. Потому что в город переехало более 200 тысяч человек, только детей 18,5 тысяч дополнительно переехало. И если детей приехало в город 18,5 тысяч, то только школ мы должны построить минимум 18, и каждая школа должна иметь не менее тысячи мест. Конечно, детские дошкольные учреждения. Поэтому эти вызовы, они наоборот нас мотивируют тому, чтобы мы как можно больше строили в городе социальных объектов. А последние возводятся такими темпами и объемами, как никогда раньше, подчеркивают власти Сочи. В этом году будут сданы 8 новых школ. Сейчас возводится пристройка к школе в Дагомысе и в центре Сочи. Большие планы на следующий год. В 2019-м начнется строительство школы на тысячу мест в Амеретинской низменности и на 800 на Мамайке. А еще пристройки к детским садам и школам от Красной Поляны до Совет-Кваджи. Внимание не только в сфере образования, но и к культуре и спорту. Недавно после капитального ремонта был открыт бассейн на улице Паярка. Эпоху Возрождения переживают сразу несколько школ искусств. В отдаленных селах открываются ФАПы. Реализовать все проекты было бы невозможно без тех, кого в профессиональный праздник пригласили на официальный прием. В профессии всю жизнь, собственно говоря, работаю. В Сочи строил очень много объектов. Это и реконструкция санатория «Русь». Это жилой комплекс для переселенцев. Всегда идем навстречу, когда нужно отремонтировать какие-то социальные объекты. Каждый год я ремонтирую какие-то школы. Мы здесь родились, выросли и хотим дальше жить. И надо оставлять под себя хороший след. Глава города подчеркнул, многие вопросы ремонта, строительства, реконструкции социально значимых объектов в Сочи решаются в том числе при поддержке бизнеса. За сотрудничество, профессионализм и вклад в развитие курорта почетным строителям от главы города – благодарности и почетные грамоты. Татьяна Говоркова, телекомпания «ФКТ». Мастера на все руки. Студент Краснодарского монтажного техникума Александр Куропяткин завоевал золотую медаль шестого национального чемпионата «Молодые профессионалы». Начинающий мастер стал лучшим в направлении сухое строительство и штукатурной работы. Всего в копилке кубанских школьников и студентов 9 наград. С успешным участием в соревнованиях ребят поздравил губернатор края Вениамин Кондратьев. Наши ребята, студенты кубанских колледжей, техникумов и одна школьница завоевали призовые места в финале шестого национального чемпионата WorldSkills в Южно-Сахалинске. Такие молодые, а уже профессионалы. Поздравляю! Серебро и бронзу ребята получили в таких компетенциях, например, как производство мебели, столярное дело, а также ремонт и обслуживание легковых автомобилей. Финал чемпионата проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа. Участники соревновались не только за медали, но и за возможность попасть в расширенный состав национальной сборной WorldSkills. В цирк на экскурсию отправились юные сочинцы с площадок нашего двора для 150 ребят. Артисты Королевского цирка Гия Радзе провели открытую репетицию, а после провели за кулисы к не менее известным героям представления, собранным со всех континентов. Цирковые не просто репетировали перед ребятами, но ответили на все интересующие детвору вопросы. Акробаты поделились с юными зрителями секретами подготовки номера встречные качели. Рассказали об ответственности за жизнь партнера и доверии в команде. Увидели ребят и работу дрессировщиков. На манеж гостям вышли все участники блока «Африка», а станцевали для ребят артисты Королевского балета. В каждом цирковом номере везде задействован балет, потому что это спектакль, потому что это некая история, потому что это красота неких декораций. Также у нас народники. Вот сейчас вы видите фрагмент нашей новой постановочной зарисовки «Калинка», с которой мы едем на Монте-Карло. Мы готовимся к огромному фестивалю, самому-самому-самому лучшему и шикарному в этом мире во всем. Поэтому мы везем туда русскую программу в основном. Гастроли цирка в Сочи продлятся до 26 августа. Чтобы рассказать, как создается сказка под названием «Королевский цирк» и показать за кулисьей, ребят провели к вольерам и поближе познакомились с четвероногими артистами. Я ни разу не была, конечно, за кулисьями, но впечатление меня очень удивило. Наблюдать за животными и за жизнью артистов вне выступлений – это очень здорово. Бомбически круто, все классно. Больше времени проводим на площадке, с детьми играем, сами играем. Да, тут такое, ну, как бы вывели, и вообще много чего узнали нового, и это очень классно. Это развивает деток, показывает мир, в котором они живут. Просто молодцы, замечательная идея. Большое спасибо, и надеюсь, дальше это все будет продолжаться, только развиваться, и мы будем детей знакомить с тем, что их окружает, со всеми профессиями, которые есть. В прошлом году работа летней кампании площадки нашего двора тоже не ограничивалась работой аниматоров во дворах. Ребята посетили несколько городских предприятий. На этот раз юные сочинцы выезжают на экскурсии. Одна из последних – в Конный театр парка «Ривьера». Сами городские структуры отзываются на наши просьбы, и поэтому мы возили уже и на картинге, возили и хлебокомбинат, и чайные плантации. То есть очень большой, широкий спектр. Лето у нас не закончилось, у нас продолжается. То есть нас ждет аэротруба, ждут у нас еще другие, по киберспорту у нас еще будут соревнования между площадок. То есть у нас очень обширная программа. Напомню, на курорте работает 147 площадок нашего двора. Курируют же летний оздоровительный проект, городские управления физкультуры и спорта, молодежной политики, образование и культуры. Галина Моисеева, Инга Габеш и Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Праздник мороженого собрал на Южном Малу сотни горожан и курортников. С полудня до девяти вечера взрослые дети не только лакомились пломбиром и эскимо, но и принимали участие в состязаниях, чтобы выиграть кубок пломбирного чемпиона. А это ни много ни мало семейный запас мороженого. Прежде чем подзарядиться мороженым, нужно было окунуться в атмосферу футбольного драйва, а именно продемонстрировать свою ловкость чекания мяч на крутящейся платформе, попасть в девяточку футбольных ворот, провести пломбирный шар по полосе препятствий, ну и, конечно же, создать семейную команду и болеть друг за друга. В награду участников ежегодного праздника мороженого угощали пломбиром, эскимо и специальным мороженым семейного формата. Отличная идея, замечательная. Чем больше таких будет мероприятий для детей, тем будет лучше. Копыта веселее, интереснее становится. Хорошая идея проводить такие мероприятия в жаркие дни, так как можно халакиваться мороженым. Хорошо. Правда, на берегу моря поесть мороженое холодное. Я считаю, это очень хорошо, когда в большом городе проводят такое мероприятие. И детям весело, и взрослым интересно. Я не знаю, в Сочи, но это место, суждено здесь было проводить этот праздник, поэтому мы только радуемся. Праздник чудесный, просто настроение нереальное. Очень хорошая задумка, главное мороженое. Это же самое-самое вкусное, летом поесть, охладиться. Прямо праздник супер. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники и в группе FKT ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти. Макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Такая, как хочешь. Такая, как любишь. Такая, как нравится. Такая, как всегда. Сезоны. Женская одежда. Парковая 17.